Приветствую вас! При общении с людьми необходима уверенность в себе, необходимо достаточно хорошая самооценка, достаточно высокая и необходимо чувствовать, аформовать и чувствовать, собственно, цель, к которой вы идете, цель, к которой вы стремитесь, то, чего вы хотите, грубо говоря. То есть общение с людьми не может выстраиваться только ради общения. Да, у общения есть всё-таки какие-то основания, да, у общения есть всё-таки какие-то вот такие, значит, какая-то направленность есть у общения. Вот, если этой направленности нет, вот, то, ну, в таком случае есть или будут достаточно тяжёлые, вот, достаточно сложные ситуации, когда вы, как раз-таки, не будете знать, чего вы хотите, не будете знать, куда вы идёте, не будете знать, для чего вы делаете то или иное, как раз-таки. Вот, поэтому идея как раз и заключается в том, чтобы поработать с самооценкой, чтобы поработать с восприятием себя, чтобы поработать с теми страхами, которые вы испытываете при общении с людьми. Вот, и, соответственно, вас в самую последнюю очередь волновало то, как люди вас воспримут, чтобы вы больше были ориентированы всё-таки на то, чтобы действовать именно в своих позициях, да, и ориентировались бы побольше именно на себя, чтобы вы ориентировались именно на то, что нужно вам, а не на то, что хотят другие люди. Ну, опять же, это всё реализовывается, в частности, всё раз, такую историю, как личный народ, вот, это набор, в том числе, психотерапевтических приёмов, которые помогают решить проблемы людей. Вот, ну, общение есть и, скажем так, структурные вещи, то есть, общение имеет, я бы сказал, структурные такие вот основания, да, вот. То есть, желательно чётко, достаточно чётко понимать, что вы хотите сказать, кому вы хотите сказать. И, собственно говоря, для чего вы хотите сказать, да, если эти, ну на мой взгляд, достаточно простые условия соблюдены, то ситуация развивается достаточно корректно, достаточно легко, достаточно спокойно, без каких-то вот особых сложностей. Но если, если, то нет, если этого не происходит, вдруг по какой-то причине, то в таком случае, да, возникает сложностей. Ну, понятно, что у вас есть страхи некоторые, понятно, что чего-то вы боитесь, вот это всё понятно. Тут особых, ну, особых сюрпризов нет. Вот, со страхами тоже можно и нужно поработать, чтобы вы как-то вот несколько лучше воспринимали ситуацию, чтобы вы как-то вот несколько лучше к ней относились. То есть, я имею ввиду ситуацию общения. Ситуацию общения, исключительно, исключительно я имею ввиду. Вот, но опять же, для этого вам крайне желательно менять отношение к себе. Ну вот, если отношение к себе в данном случае не менять, вот, то могут быть весьма-весьма серьёзные проблемы у вас, связанные как раз таки вот с этим. С взаимодействием с людьми. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи!